Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Итак, четвертая сфера — это крещение Это основополагающее учение А в Библии есть три основополагающих крещения, которые должны произойти в самом начале христианской жизни Как это показано в «Деяниях апостолов» Там показано, что все три крещения могут произойти в один и тот же день Первое крещение — это когда мы принимаем Христа Библия говорит, что Дух Святой крестит нас во Христа, и мы становимся частью тела Христова Его также называют крещением в тело Христа Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело Итак, как только вы приняли Христа, духовно вы были взяты из-за дамы и помещены во Христа Теперь Христос вам голова, а вы часть его тела Все изменилось Теперь вы — новое творение И все Писания, где сказано во Христе, говорят именно о вас Вы — праведность Божия во Христе А вот что такое крещение во Христа Второе крещение — это водное крещение Оно велено всем верующим Это внешнее и публичное свидетельство вашего крещения во Христа Как только вы крещены во Христа, вы должны показать это публично Вы должны засвидетельствовать о своем крещении во Христа И обо всем, что Бог сделал с вами своим водным крещением До крещения вы должны быть спасены Поэтому крещение младенцев не соответствует Библии Для начала вы должны стать верующим во Христа А потом засвидетельствовать об этом своим водным крещением Слово «крещение» означает «погружаться» Это похоже на погружение одежды в краску После этого она становится другой Когда мы крестимся во Христа, мы погружаемся в Него, и все меняется И когда мы крестимся в воде, то выходим из воды измененными Есть еще и третье крещение — крещение во Святой Дух О нем мы поговорим в следующий раз Вначале мы быстро поговорим о крещении во Христа А потом сконцентрируемся на водном крещении Если вы еще не были крещены в воде, то вам недостает очень важной части основания Вы не можете переходить к другим вещам, пока не будете послушны в этом Кстати, это первое повеление, данное новообращенным верующим Поэтому если этого нет в вашей жизни, если вы не были крещены в воде для публичной демонстрации вашей веры То вы еще не заложили это важное основание Сейчас я покажу вам два местописания, которые говорят о крещении во Христа Но вы увидите, что они также связаны и с водным крещением Итак, послание к Кремлянам, 6 глава, 3 стих Тут сказано, неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса Речь не о водном крещении, а о спасении или иными словами крещении Вы Иисуса Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились Итак, мы погреблись с Ним Крещение в смерть Дабы, как Христос, воскрес из мертвых, славы Отца Так и нам ходить в обновленные жизни Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его То должны быть соединены и подобием воскресения Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает Смерть уже не имеет над Ним власти Ибо что Он умер, то умер однажды для греха А что живет, то живет для Бога Так и вы почитаете себя мертвыми для греха Живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим Тут сказано, что мы крестились во Христа Мы крестились в Его смерть, погребение и воскресение И через это отождествление со Христом Наш ветхий человек был распят со Христом, погребен И на его месте воскрес человек новый Наш ветхий человек был сороспят со Христом А затем мы еще и воскресли со Христом, как человек новый Это прообраз водного крещения Вот почему кропление не считается Когда мы погружаемся в воду, это символ того, что наш ветхий человек, наша старая жизнь, погребены со Христом А когда мы поднимаемся из воды, когда нас поднимают старейшины церкви, это символ Бога, который воскресил нас к новой жизни То есть в водном крещении мы демонстрируем и смерть, и воскресение Наш ветхий человек был сораспят со Христом, погребен И теперь вы воскресли во Христе к новой жизни То есть это прообраз смерти и воскресения, которые произошли во время крещения во Христа А водное крещение — это воплощение всего этого Когда мы исповедуем то, что Бог сделал в Духе, это высвобождает силу Божию в нашу жизнь А если вы непослушны и не были крещены, вы многое упускаете Только когда вы повинуетесь Богу, высвобождается Божие благословение Крещение не спасает вас Для крещения вы уже должны быть спасены Но без крещения вы упускаете благословение за послушание Еще одно местописание находится в послании к Колоссинам, 2 главе, с 10 по 12 стих И вы имеете полноту в нем В нем вы и обрезаны, погребены с ним в крещении В нем вы и совоскресли, веруя в силу Бога, который воскресил его из мертвых Иными словами, в нашем крещении во Христа мы были погребены с ним и воскресли вместе с ним Когда вы были помещены во Христа, ваш ветхий человек был погребен И вы получили воскресение вашего нового человека А ваш новый человек состоит из жизни воскресения Он выше смерти, греха и болезней Как я уже говорил, водное воскресение — это воплощение или демонстрация того, что Бог сделал для вас Итак, Бог повелел всем христианам, которые приняли Христа своим Господом и Спасителем, креститься в воде Это проявление послушания Божьему повеления Поэтому не говорите, что вы не чувствуете побуждения к водному крещению Сам Иисус крестился, чтобы показать нам пример, а также сказал, что это нужно делать Ну а теперь давайте почитаем о крещении Иисуса в Евангелии от Матфея, 3 главе, 13 стихе Тогда приходит Иисус из Галилея на Иордан к Иоанну креститься от него Иоанн же удерживал его и говорил «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Иисус был безгрешным, а крещение Иоанна было для прощения грехов Поэтому Иоанн сказал, что Иисусу не нужно крещение «Это мне нужно креститься от тебя» Но Иисус сказал ему в ответ «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду» Если читать внимательно, то вы увидите, что Иисус ввел новый вид крещения Здесь необычное крещение для прощения грехов, потому что Иисус в нем не нуждался Иисус уже был правильным Но он сказал Иоанну «Надлежит нам исполнить всякую правду или праведность» Так он дал нам пример христианского крещения Когда вы приходите на крещение, вы уже праведны во Христе Вы креститесь не для того, чтобы спастись или стать праведными Вы уже праведны перед Богом Если вы приняли Христа Он ваша праведность И теперь вы праведны перед Богом И вам нужно исполнять всю праведность, то есть жить праведным Если вы будете жить, выполняя волю Божию, то так вы исполняете праведность в жизни Первое, что вы должны сделать, чтобы исполнить праведность, это креститься Это не делает вас праведными, а вы лишь исполняете праведность Это принцип послушания вашей жизни Тогда Иоанн допускает его И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды Так Иисус показал нам пример После погружения Он вышел из воды И все отверзлись Ему небеса И увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на Него Если глаз с небес глаголющий Сей есть Сын Мой возлюбленный В Котором Мое благоволение Заметьте, что в крещении участвовала вся Троица Отец похвалил Иисуса, сказав Это Мой Сын, в Котором Мое благоволение И когда вы будете креститься, Бог тоже скажет Это Мой парень Это Мой Сын или Моя Дочь В Которой Мое благоволение Почему? Потому что они послушны Мне Конечно же, Иисус был там, а также пришел Дух Святой и сошел на Иисуса Это пример для нас Иисус крестился путем полного погружения А потом Он принял крещение во Святой Дух Всю полноту Духа Святого Когда вы повинуетесь Богу в крещении То можете ожидать, что Дух Святой Наполнит вас особым образом Во время крещения вы посвящаете себя Богу, чтобы стать Его учеником Его сила сходит на вас, дабы вы могли исполнить Его призвание Иисус крестился Сам, как пример для нас А также Он велел ученикам крестить всех новых верующих Евангелие от Марка 16, глава 15 стих Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари Кто будет веровать и креститься, спасен будет А кто не будет веровать, осужден будет Обратите внимание Кто будет веровать и креститься, спасен будет А кто не будет веровать, осужден будет Это не означает, что вам нужно креститься, чтобы спастись Тут сказано, что если вы верующий, то понятно, что вы должны быть крещены. Если вы приняли Иисуса как своего Господа, тогда вы делаете то, что ваш Господь говорит вам, а именно креститесь. Поэтому когда вы креститесь, вы доказываете, что вы настоящий верующий. Это шаг послушания, показывающий, что вы ученик Христа. Пока вы не крещены, то большой вопрос, по-настоящему ли вы верите в Иисуса, потому что вы не послушны Его первому повелению вам. Иными словами, Иисус ожидает, что верующие в Него будут креститься. Иисус даже не говорил о тех, кто веровали, но не крестились. Те, кто не крестились, не послушны. Я не говорю, что они не спасены, но Иисус даже не комментирует таких людей, потому что это кажется Ему непоследовательным. Итак, вы спасаетесь только через веру, но если вы верите, то и креститься тоже будете. Поэтому Иисус очень четко говорит об этом. Обратите внимание, что вначале нужно поверить, и только потом идет крещение. То есть вы должны быть достаточно взрослыми, чтобы поверить, и только потом вы можете креститься. Крещение младенцев — это традиция, которая появилась в истории церкви, но она конфликтует со Словом Божьим. А в Евангелии от Матфея, 28 главе, в 18 стихе, Иисус сказал, дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, делайте учеников из всех людей. Но как? Крестяя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что Я повелел вам. И сея с вами во все дни до скончания века. Заметьте, что учениками становятся через крещение. Иными словами, крещение — это официальное посвящение в ученики. Вы не можете называть себя учеником Иисуса, если вы еще не крещены. Ученик — это тот, кто слушает и повинуется повелениям своего Господа. Если вы не послушны его первому повелению, а именно повелению креститься, то не можете называть себя учеником Иисуса. Поэтому крещение — это официальное вступление в ряды учеников. Когда вы креститесь, происходят две вещи. Во-первых, вы делаете публичное заявление о своей вере и о том, что вы приняли Иисуса своим Господом. Вы умерли для своей старой жизни и воскресли для жизни новой. И вы свидетельствуете об этом. Во-вторых, вы посвящаете себя Богу, говоря, «Я решил следовать за Иисусом. Пути назад нет». Вы становитесь его учеником, и через водное крещение вы официально посвящаете себя тому, чтобы быть учеником. Иисус сказал, «Научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». А затем жизнь ученика состоит из соблюдения всего, что Он повелел нам. Нужно изучать Слово и исполнять его. Но первый шаг послушания — это крещение в воде. Крещение — это часть великого поручения. Обратите внимание, что каждый, кто верит, должен креститься. И после этого начинается жизнь ученика. А вот что такое великое поручение. Первые христиане усердно практиковали водное крещение путем полного погружения. Это описано в Деяниях апостолов. Например, Деяние 2, глава 38 стих. «Покайтесь, и докрестятся каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Итак, охотно принявшие Слово Его крестились. Тут есть три крещения. Когда они покаялись, то крестились во Христа. Вскоре после этого они крестились в воде, а затем они получили дар Святого Духа. Это крещение в дух. Все три крещения проходили вместе как основание для жизни христианина. Деяние 8, 12. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Затем мы читаем о том, как Филипп проповедовал Евангелие эфиопскому евнуку. Филипп благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. И евнух сказал, «Вот вода, что препятствует мне креститься». Вместо того, чтобы окропить его водой, которая была в карете, Филипп вывел его к воде. Ему не нужна была научная степень по богословию, чтобы креститься. Филипп же сказал ему, «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ, «Верую». И сошли оба в воду, Филипп и евнух, и крестил его. Апостол Павел тоже крестился вскоре после своего обращения. В 10 главе описана языческая Пятидесятница. Петр проповедовал язычникам, они поверили, то есть крестились во Христа, затем Дух Святой сошел на них, и они начали говорить на иных языках. Тогда Петр сказал, «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа, и велел им креститься во имя Иисуса Христа». Деяние 16 глава, когда был спасен филиппийский тюремный страж, «Верую в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедовали Слово Господне ему и всем, и немедленно крестился сам и все домашние его. Деяние 19 глава. Павел встретился с учениками Иоанна Крестителя. Он проповедовал им Евангелие. После этого они сразу же крестились в воде и были крещены Святым Духом. Всего за несколько минут они приняли все три крещения. Как мы видим из книги «Деяния», первые христиане отнеслись к повелению о крещении очень серьезно. Очень быстро после принятия Христа они запечатали свое спасение таким действием. Принимая водное крещение, люди свидетельствовали о своем спасении, показывая, что они умерли и воскресли со Христом. Бог предопределил, что крещение станет отметкой новой жизни. А водное крещение говорит о том, что старая жизнь закончена. «Мы умерли, были погребены, а теперь мы воскресли для жизни новой». Затем на нового верующего сходит Дух Святой и наделяет его силой для этой новой жизни. Следовательно, крещение должны выполнять все верующие. Если вы еще не были крещены в воде, то вам нужно найти церковь, которая организует это для вас. Ваше непослушание — это серьезная проблема. Еще раз напомню вам три крещения. Крещение во Христа Духом Святым, крещение в воде представителями церкви, а также крещение в Дух Иисусом Христом. Именно Христос крестит в Дух. Об этом крещении мы поговорим позже. Водное крещение — это священное действие, символическое, физическое действие с духовным эффектом. В мышлении евреев телесные и духовные вещи тесно взаимосвязаны. Поэтому, когда вы послушны в материальном, то так высвобождается духовная сила и духовная реальность. То есть это не просто пустой ритуал. Исповедуя свое спасение, вы высвобождаете силу этого спасения в вашу жизнь. Устами исповедуют ко спасению. Это символ погребения. Нас будто бы погребают вместе со Христом. Это шанс для вас, чтобы сказать, «Господь, когда я пойду под воду, весь багаж прошлой жизни я оставлю там, под водой. Я похороню его. Господь, пусть это будет погребением. А после этого я буду следовать за тобой всем сердцем». Но мой любимый прообраз крещения — это ванная. Целесное действие — это прообраз чего-то духовного. Крещение — это прообраз духовной ванной. Это видно из 22 главы «Деяния», когда был спасен апостол Павел. Как вы помните, он ослеп на три дня. Наверное, его переполняли странные чувства. С одной стороны, он был полон радости, потому что, наконец, обрел Иисуса. С другой стороны, его мучило чувство вины за то, что он гнал христиан. И Иисус даже сказал ему, «Ты гонишь меня». У него были как положительные, так и отрицательные чувства. Так вот, обратите внимание, что сказал ему Анания в «Деяниях» 22 главе 16 стихе. «Итак, что ты медлишь? Встань, крестись, и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса». Как же это сильно. Крещение — это очень важно. Здесь сказано, что крещение омывает ваши грехи. Иными словами, крещение — это ванная. Как можно омыть свои грехи? С одной стороны, Павел был верующим всего три дня. Он назвал Иисуса Господом, а когда к нему пришел Анания, то назвал его братом. Следовательно, он был верующим во Христа, а значит, его грехи были прощены. Но между прощением и омовением или очищением есть разница. Прощение означает, что Бог официально простил вас и не имеет ничего против вас. Но даже после прощения мы все еще можем чувствовать вину и стыд за наши грехи. И от этого нам нужно быть омытыми и очищенными. Обычно это потому, что мы не можем простить самих себя. Поэтому мы чувствуем этот стыд. Так же себя чувствовал и Павел. И без очищения от этого Павел никогда не смог бы стать тем служителем Божьим, каким он стал. Иначе его бы раздавило чувство вины. Поэтому Бог предоставил выход в водное крещение, которое смывает наши грехи. Когда Он крестился и погрузился под воду, бремя стыда и вины, загонение христиан, было смыто Богом сверхъестественным образом. И я говорю это всем, кто выходит на крещение. Я говорю так. Возможно, у вас есть багаж из прошлого, и, возможно, Он висит на вас, как бремя. Но Бог желает освободить вас от Него, чтобы вы могли следовать за Иисусом от всего сердца. Поэтому поверьте и просите Бога, чтобы, когда вы войдете в воду, вы оставили все это под водой. А когда вы выйдете из воды, то сила вашего прошлого будет разрушена, оно больше не имеет власти над вами. Вы омыты и очищены от всего этого. И теперь можете двигаться вперед на полной скорости. Встань, крестись, и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Сразу после этого Павел исполнился Святого Духа и стал сильным служителем Господа. Иными словами, мы посвящаем себя Богу и тому, чтобы следовать за Ним от всего сердца. «Я буду идти за тобой, но для этого мне нужна твоя сила». Даже Иисусу нужна была сила Святого Духа, чтобы исполнить свое служение. И во время крещения он посвящал себя Богу. Он символически заявил, «Я умру и воскресну, и мне нужна твоя сила Божия, чтобы исполнить это». У Бога есть служение для вас. У Него есть план для вас. И огромное предназначение. Но вы должны осознать, что не можете исполнить это своими силами. Вам нужна сила Божия. Вот что означает призвать имя Господа. Когда вы креститесь, призовите имя Господа и скажите, «Господь, я хочу жить для тебя, но я не смогу сделать это сам. Поэтому я прошу твоей силы и власти, пусть твой дух сойдет на меня и высвободит свои дары в моей жизни. Призовите имя Господа и ожидайте, что Дух Святой сойдет на вас так же, как когда-то он сошел на Иисуса. Это полная картина крещения. Именно это и произошло с Павлом. Он призвал имя Господа, и Бог наполнил его Святым Духом. Он писал, «Я более всех вас говорю языками». Я пытаюсь сказать, что крещение Павла было сильным. Это не просто ритуал, а могущественный момент, ключевой момент в вашей духовной жизни. Ну а если вы не крещены, то вы многое теряете, у вас проблемы с послушанием, и вы ограничиваете то, что Бог может делать в вашей жизни. Поэтому я рекомендую вам креститься. Это важное основание для вашей жизни. Без него ваше христианство будет шатким. Мы приглашаем вас на наши воскресные собрания, которые проходят в 11.00 и в 18.00 по адресу, который вы видите на экране. Приходите к нам. христианство христианство